В прошлой серии Джей Джей взял задание у Бормана на поиск двух снайперов, которые убили новичков около лужи. Как оказалось, искали они там некие ксеноформы, неизвестное вещество, которое поставляется Сидоровичу от неизвестного источника из центра зоны. Джей Джей, получив липовый пропуск, смог попасть на кордон. Локация-то нынче не та, везде очень темно и ни одной живой души, а только призраки. Если вы не видели прошлой серии, то лучше начните сначала, ссылка на плейлист в описании. Ну а я по традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьет и также приятного просмотра. Короче, все, надоело. Многим в комментариях не понравилось в редукции, видите ли, атмосфера картона не та, лучше на ванилке, на статике. Кто бы меня вообще буржуем назвал, типа, ууу, не хочешь играть на статике, графен говно. Мне-то все равно, я могу играть хоть на самых минимальных, могу тут все на нуле выкрутить, мне пофиг. Но хотелось бы, конечно, чтобы картинка на видео была нормальная. Ну а если вам нравится DX9 контент, ну ладно, что, так уж и быть, о боже. Все, с этого момента я точно не буду переигрывать, надоело, я снова переигрывал с самого начала, до момента, на котором остановился в прошлой серии. Все, ванила, статика. Так, ладно, в общем-то, продолжаем продвигаться по кордону, пока что моя цель это погоня за снайпером. Так, в вагончик я не зайду, тут заминировано, понятно. Пойдем на АТП зайдем. На АТП кабаны, серьезно? Тут еще мина, интересно, я смогу их забайтить на мину? Ну-ка идите сюда. Нет, конечно же, вы умные твари. Так, ну я залез тут на забор, мне в принципе ничего не угроза... О боже, меня скинули отсюда каким-то образом. Тут какая-то задержка у обреза есть, нельзя сразу стрельнуть два раза подряд нормально. План капкан, они на этом месте долго тупят, а я туда кинул гранату. Не знаю, часть тел мутантов нужны мне или нет, но на всякий случай собираю. Многим еще, кстати, не понравилось то, что я ксеноформы называю ксеноморфы. Так вот, что я могу сказать на этом? Ксеноморф. Кому-то не понравилось. На самом деле, я не специально, я не знаю, почему я говорю ксеноморфы, хотя написано ксеноформы. Вот почему-то мне ксеноморфы хочется сказать, хз. А откуда я вообще это слово взял из какой игры или вселенной? Но почему-то вот так вот, не знаю, получилось. Ну, если честно, я писали то, что кордон дофига темный и так далее, но я не вижу ничего такого. По-моему, дефолтный кордон, нет? А, ну да. А, ну да, я не сохранялся, серьезно. И она снова вылетела, да что за херня? Короче, я вбил лог вылета в гугл, и оказывается, ну, как я понял, кто-то куда-то в ненужную такую болезненную зону заходит, и игра вылетает. То есть это вообще никак от меня не зависит. Лечение предлагается уменьшением радиуса all life, ну, бред, конечно, полный, nice mode. И я не знаю, какой тут, блин, тут нет вообще той команды, которая написана в лечении. Боже, вот и что мне делать? Это вообще от меня никак не зависит. Она просто рандомно вылетает. Я попробую отбежать, чтобы там все отгрузилось, и помолиться всем богам, чтобы не вылетело. Я предполагаю, где может быть вылет, сейчас постараюсь туда прийти как можно скорее. Блин, в этот раз у меня, кстати, нет артефактов на выносливости. Из артефактов у него был огненный шар, кристалл и выверт. Так, вы что, серьезно, за мной все время будете бежать? Вы что, конченые? Тут есть проводник. Уходи отсюда, мой рык. Да, да, конечно. Гребаные кабаны. Почему вы не можете отстать? Да идите нахер. Я вас вообще не агрил даже, собаки гребаные. Че вы прибежали сюда? О, боже. Короче, проводник превратился в кровососа, да. Вот он на своем месте оставил комбез и аптечки всякие. А сам вот стал лютым похитителем на свае. Отобрал снюс у лютого похитителя под песню Морги. Так, и что тут у нас? МП-5, я ее заберу, пожалуй, патроны, медицина. Ну вообще все, заберу, ладно. Хотя мне оно не нужно. Но у меня комбез-сталкер чуть потрепался, поэтому этот можно выбросить. Ибо он просто место будет занимать. У меня есть берет-то, серьезно. Так, ну ладно, пусть будет все это дело. Патронов на дробовик у меня почти не осталось. Печально, конечно. Не знаю, чем не стрелять всяких там собак и прочее. МП-5 можно? Нет, во второй слот нельзя. Печально. Где ПМ? А, точно. Я уже положил. Ну, постреляем с ПМ-а чуть-чуть. Есть МП-5, че, почему нет? Давай заглянем на элеватор теперь. Так, на элеваторе тоже кто-то есть. Свобода, Паша, машина. Ну давай поговорим. О, он за голову держится. Все в порядке? Видимо, нет. Сталкер, что с тобой? Ты ранен? Сталкер? Врешь. Ты такой же, как эти твари в баре. Все мы теперь такие. Зло коснулось нас. Меняющий лиц и прикоснулся ко мне. Я чувствую эту мерзость, что внутри меня. О чем ты? Кто такой меняющий лиц? Не заходи в бар. Обходи бар за сотню километров. За тысячи. Ты понял меня? Понял, понял. Успокойся. Тебе нужна помощь. Давай я тебя отведу к периметру. К периметру? Ты псих. Я иду оттуда. Понимаешь? Я нащупал каверну. Пробился, но меняющий лиц и догнал меня. Он говорил со мной. И он прикоснулся ко мне. Я трансформируюсь. Разве ты не видишь? Не видишь, что со мной творится? Ты просто немного не в себе. Пойдем, я знаю, куда идти. Идти? Ты хочешь меня куда-то отвезти? А, я понял. Я знаю, кто ты. Ты опять настиг меня. Не хочу. Убирайся. Доспокойся ты. Так. И он куда-то пошел. Рядом с ним какой-то труп. Потом проверим, что за труп. Куда идешь, друг? Не знаю, просто куда-то пошел. Нафига, а главное зачем? О, ужас. Он превратился в крысок. И земля затряслась. Почему? О, какие вы медленные. Или это вы еще не в боевом состоянии просто? А может эти крыски безобидны? Я зря их убиваю. Ладно, он тоже дропнул какое-то снаряжение. Сейчас посмотрим. Так, он свою джишку мне тут оставил. И патроны всякие. Ну, за это, конечно, отдельный респект. Джишка тема классная, наверное. Так, и что тут за труп был? Неизвестный. Ветеран неизвестная группа. Понимаю. Ладно, двигаем дальше. Под насыпью. Вроде все спокойно. А, нихера там мин, слышишь? Спокойно, ага. А как тут пройти? Через верх чисто? Да, тут вообще все заминировано, забейте. Тут как бы тоже. Походу нужно идти через тоннель. Хотя мне кажется, что он тоже заминирован. Но с другой стороны, как-то можно поставить мины, если там аномалии. Но это же сталкер. Все возможно. Нет, тоннель вроде не заминирован. Только аномалии отображаются. Эти за мной хотят побежать. О! Я испугался. Я прям на мины прыгнул. Что за бред? А как пройти? Подождите, прям вообще все заминировано? Я даже сюда встать не могу. Но в теории, смотри, я же их активирую. Ну вот так вот, короче, как-то пробежим. Ладно, может какой-то нормальный был способ. Но я решил своим. На ферме тоже кто-то есть. Бандит, степуха, партизан. Ну тоже сейчас в крысок превратишься, да? Вы все тут какие-то кончены. В кабана. Ни хрена себе. Так родился Мэнфын. Иди нахер. Умри, чудище. За мной плоть. Нет, нет. Да ёперная выносливость. Ну и кстати вообще хп нету. Надо похавать. Ну вообще тут есть аптечки и дробь. Но. Так, бандитская куртка мне не нужна. Дробовик, естественно, обрез говно. О боже. Надеюсь потом я смогу найти нормальный дробовик. Потому что обрез в этом море полное дерьмо. Вот эта вот задержка у выстрела. Бред, конечно, тот еще. Не знаю, типа реалистично это или нет. Сами знаете, вооруженные части ИРЛ я не шарю. Только какие-то мега поверхностные здания есть и все. Но геймплейно, конечно, вот эта задержка, блин, бесит. Так, ну на ферме ничего нет. Плоте я трогать не намерен. Они какие-то, кстати, хилые. С одного выстрела отлетают. Серьезно, вы все тут такие? Нет, не все. Но все равно. ХП у них что-то довольно мало. Мне вот этот весь графен и прочее напоминает. Будто, я не знаю, играю в солянку 2010 года. Без графена, без нихрена. Хотя мне кажется, уже тогда был графен. И фонарик какой-то такой, знаете, желтоватый. Особенно в помещениях это заметно. Так, ладно, что у нас на разваленном хуторе? На разваленном хуторе никого и ничего. Понятно, продвигаемся дальше. О, да блин. Кребаные мины. Я вообще не хотел заглядывать в то здание. Я хотел мимо пробежать через эту дырень в стене. Но там оказывается мины. Куда у нас переход ведет? На свалку. На болото. А куда мне надо? Ну, вообще, ну-ка, что-то написано. А, да. По-моему, мне же говорили в бар идти. Ну, именно NPC-шники. И так-то мне уже написали, комментаторы зоны, то, что снайперы будут в лабе x18. Но вообще я двигаюсь в бар, поэтому мне нужно сейчас именно на свалку, а не на болото. Но, как сказали, переходы нестабильные. И чую я то, что выбросит меня не на свалку, а хер знает куда. Посмотрим. О, боже, мины. А, серьезно? Тут мину воткнули. Но ее никак иначе не проходить, кроме как дезактивировать. Леша Борман. Если ты еще не в теме, найди на свалке Грека. Он ждет на старом Долговском посту. У него есть кое-что для тебя. А, это тот, который обчистил мой первый схрон. А свалка, надеюсь, не заминирована. А то не хочется бегать с этими наискателем. И думать, а не взорвусь ли я сейчас. Давай на кладбище техники сначала заглянем. Ну и тут Жора Нытик. Он превратился в контролера, серьезно? Таким-то как ты не место на свалке. Пипец, он жирный по хп, конечно. С него ничего не падает, к сожалению. Чего он мне тут дропнул? Что это, серьезно? Стормгефхер 44. Ладно, патроны к нему всякие. Но это я точно подбирать не буду. Мне, например, совсем не нужно комбез. Но он потрепался у меня, можно обновить. Вот настолько я мажор, что меняю комбез ради пары процентов защиты. Не, ну а че, раз на халяву комбезы падают, почему бы и нет? А таскать не их с собой, ну нахрена. Это все равно все временные комбезы, я скоро получу нормальный экзач. А продавать, так сомневаюсь, что же за них нормальные деньги заплатят. Да и кому, да и зачем, нужны ли деньги в этом моде, тоже непонятно пока. Не знаю, нужно ли заходить на депо, или нужно игнорить все и бежать на блокпост. Ну, допустим, я зайду, окей, посмотрим, что там. Есть ли тут кто там. Да, тут есть аж целых две одиночки. И все превратились в мутантов, в контролеров, конечно. А! А, неплохо, неплохо, неплохо. Так, минус один. А, минус я. О, боже, кончилась жишка. Калаш в бой. Господи, что со звуком? Вот так вот, я понял. Говноедыч. Чего у меня тут дропнули хоть? Дроби, кучку. Тозик, неужели? Нормальный дрободан. Смогу нормально на мутантов ходить, скорее всего. Так, меняем комбез, хотя мой не потрепался еще, ладно, пусть в запасе будет. Ура, Тозик, наконец-то. Надеюсь, тут хотя бы нет этой задержки, ну-ка. Нет, тоже есть. Ай. Ну, надеюсь, он хотя бы дамажит нормально. Потому что обрез мало того, что с задержкой, так он еще и дамажит плохо. Ну, или кабаны были слишком жирные, я хрен его знаю. Тут два перехода каких-то, это куда? На Янтарь? Ну, это на Агропром, понятное дело. Это в Темную Долину. Ну, что ж, ладно. Никакие переходы меня не совратят. Мне сказали идти на блокпост. Я пойду на блокпост. Так, ладно. Грек и вылет. Вы видели, как мне сейчас на секунду экран поплыл? Это было страшно. Какой-то ящик нашел, патроны, аптечки. Все мне. Что за ящик? Ремонтный набор. Ладно. Так. Ну, здорово, Грек. Короче, это главный герой и мода последний сталкер, по-моему, да? Здорово. Ты, Грек? Он самый. Не суетись, инструкцию от Леши я получил. В общем так, трое их. МП-5, калаш, у старшего СР-25. Их ищешь. Похоже, их. В темную долину прошли. Наемники. Скрытно шли. На разве от Грека спрячешься? Это точно. Схрон ты мой нашел. В бункере Сидра на кордоне. Твой, говоришь? И что там было? Тактик, Вальтер, нож. Нож только и остался с аптечками. Ну, братан, извиняй. Так получилось. На сортировку шел. Пустой. И весь в косяках. А тут такой подарок. Взаймы, конечно. Снарядился и по новой по делам. Дверь в бункер как открыл-то? Обижаешь, начальник. Я ж все-таки вор. А вот ты как систему охраны обошел, а? Она на меня настроена была. Понятно. Извини, пока вернуть вещи не могу. На сортировке сочтемся. Идет? Договорились. Вот и ладушки. За этими пойдешь? Да? Ты куда сейчас? Через бар пойду сечешь? Что-то нехорошее на баре? И может мне показалось? Контролер этот. Откуда он взялся? Перевертыш. Этих полно между периметром и барьером. Засечешь фраера, тупо смотрящего в точку, лучше обойди стороной. Хм. Этот-то себя вроде нормально вел. Да хер с ним. Ладно, про что я. Бар. В баре тишина, запустение и скука. И темно, как в жопе у сатаны. И все-таки поосторожней там. Удачи тебе, Грекс. Видимся. О, слушай, смотри, как потемнело, да? На свалке. Жесть. Время 16.01 только. До этого как-то посветлее было. У меня перевес. Серьезно? Надо что-то выбрасывать. Вот это выброшу. Не, надо в обрезы выбрасывать. Хрень какую-то выбросил и доволен. Нахрен не обрезы, нахрен не СВД и еще одно. Все, так-то я себя получше чувствую. Ну что ж, в темную долину. Так, в темную долину. Увидимся там. Неизвестно. Всем, кто меня слышит, атакованы смешанные стаи мутантов. Пробиваемся в лабораторию, просим помощи. В лабораторию, говорите? Сейчас подойду. Артефакты только вот соберу и подойду. Как говорится, сейчас только штаны подтяну. Блин, фонарик. На самом деле, нихера не освещает в такой темноте. Ну, видимо, на кордоне также должно было быть темно. Но что-то на кордоне не очень темно было. Видимо, мне с погодой повезло. О, очередной перевертыш. Давай-ка я его лучше стороной обойду. Еще один. Все свободовцы. Удачи вам, друзья. Грек порекомендовал обходить. Ну, вот пусть и сидят дальше сами все по себе. Так, ну, темная долина. Ну, что тут? Опа, нихера. Хотел сказать темная долина. Нет, я хотел сказать холл завода. Вроде тут нет никого, кто пробивается в лабу. Ну, видимо, пробитие сделали им уже мутанты. Собственно, как и мне только что. Поэтому нужно принять антирад, съесть консервы и зарядить ружье. Но ружье, если честно, тоже так себе дамажит с дробовиками. Туго как-то в начале игры. Ружье должно быть оружием смерти. В итоге это оружие смерти, только в плохом смысле. Я дохну с ним. Но как меня бить собрался? Чудовище. Отдавай щупальцы. О, нет, тушканы. Ну, у меня есть ПМ, в принципе. Ну, хотя бы ваншотиться. И на этом спасибо. О, нифига, выпрыгнул. Вносливость еще нихера. Артов нихера. А, ну, вот Снорк... Ой, блин. Снорк лег вообще легко. Красавчик. Респект таким ребятам. Правда, с него ничего не упало. Ладно, как я понимаю, нужно спускаться в лабу Икс-18. Это был нам тонкий намек. Я в лаборатории, и меня встречает сразу некий Арнольд-наемник. Ты кто? Ты просил о помощи. Считай, что я скорая помощь. Что наверху? А ты выйди, посмотри. Есть отсюда другой выход. Через этот нам не выйти. И уж, конечно, не в жизнь не пробиться. Так все плохо? Черт. Все дело в воронке. В той гребаной воронке. Что за воронка? Две вертушки шли на бреще мимо фабрики. Мы к канаве затихариться. Не успели. Из-под земли смерть черной, как жопа сатаны. Ударил по вертушкам. Слезал, втянулся назад. И тут твари поперли. Думал, все, край. Что делать будем, наемник? Уверен, должен быть другой путь. Может, он и есть, но я про него ничего не знаю. С этим ясно. Теперь слушай меня очень внимательно, наемник. На сортировке вы убили двух сталкеров. Бизона и Луки. Сейчас ты отдашь мне то, из-за чего они были убиты. И мы расходимся по мирному. Эээ, тебя что, с дуба уронили? Или это шутка такая? Жду твоего решения. Ладно, забирай. Вот и хорошо. Ммм, удивительно. Мы договорились. Вау. А что делать-то? Найти другой путь из лаборатории, а обратно переход не работает. Работает, но, видимо, нужно действительно искать другой путь. Ну что ж, давай попробуем. В роли путеводителя, пути искателя, как это вообще называется. В роли проводника. Хотя проводник это тот, кто ведет. Неважно. Короче, в роли первооткрывателя. Сейчас откроем другой путь из лабы. Правда, идей, где он может быть, у меня особо-то и нету. В унитаз, может. Я помню, в детстве в какую-то... О, боже. Кристалл. В детстве в какую-то игру на Сеге играл. А, вспомнил. Она называлась Бугермен. Там, короче, то ли сейвпойнты, то ли телепорты были, как бы, реализованы в виде унитазов. Которые ты засасываешься и высасываешься уже в другом. Да, детство было тяжелым. Что? Но мне было классно играть в Сегу. Кайфовал. Не знаю, мне кажется, переход где-то вот в таких вот огромных комнатах. Но где конкретно у меня идей нету. А что в комнате с псевдогигантом, интересно? Так, это наемники отмечаются все еще. Ох, ты ж еб твою медь. Нихера. А, как тут вертолет оказался? Причем он как-то выглядит нездорово. Знаете, у меня вот это вот... Это какие-то наскальные рисунки. Мне это напоминает полосы на моей авиа немного. Окей. И... И что? Что я тут должен найти? Кстати, тут какой-то... Ооо. Ооо. А, ну да. Тут же у меня схрончик. Кольтецкий. ПМС. Пять научных аптечек. Патроны. Остальное вот это вот я все заберу. Кроме водки. Так, и сюда я, наверное, скину МП5. Все-таки нахрен у меня ножа пистолеты. Просто простите, с перегрузом бегать вообще не в кайф. Патроны вот эти всякие дети. Восемнадцатые, девятнадцатые. Эм... Ну и что еще? Сорок пять АЦП. СВД. С патронами снайпа мне вообще не нужна в этом моде. Калаш. Г36. Ну тогда ладно, СВД возьму обратно, раз уж я калаш выбросил. Ну, калаш реально не нужен мне. Ну и в принципе все. Берем свое родное оружие. Я же Чей-Джей-Джей. Пиндос. Я могу какие-то прицелы нацепить? Да, я могу АКОК нацепить. И в принципе он довольно кайфовый. Есть еще прицел САСАЦ, но я не хочу его использовать. Ну и можно глушитель использовать. Вообще четко. Мне нравится. Патрона, правда, маловато. Но думаю раздобудем потом. Так. И все-таки я не понимаю. Капля. Что делать? Ну, вертолет. И что? Я сквозь него прохожу к ста. Я по приколу сейчас этот. По контейнерам попрыгаю. Может найду что-то интересное. Но, если честно, сомневаюсь. Ну-ка, что тут еще написано? Джей-Джей. Есть отсюда другой выход? Через этот нам не выйти. Уж конечно не в жизнь не пробиться. Понятно. А что по, кстати, заметкам? Ну-ка. Личные заметки. Ага. Какой-то грек снарядился за мой счет. Но, видимо, человек чести оставил записку. Если, конечно, записка не подстава для грека. Дальше. Призраки. Я видел призраки, волка и меченого стрелка. Правду говорят бывалые сталкеры. В зоне нет ничего невозможного. Проводник. Мой учитель и наставник в зоне. Проводник. Обернулся кровососом и накинулся на меня. Слово бармана. Шибко не удивляйся там. Но зона... В общем, сам увидишь. Как оказалось, необычное предупреждение. Это точно. Паша машина. У меня нет рационального объяснения для увиденного. Человек на моих глазах развалился на десяток крупных крыс. Что это? Неизвестная мутация? И кто или что такое меняющие лица? Грек. Грек понравился мне. Чувствую, с ним можно иметь дела. Откровенно намекнул, что направляется на янтарь. Видимо, он знает дорогу к центру зоны. Но спешить не стоит. Первая задача. Грузовик с ковчегом. Понятненько. Ничего нового я не узнал особо. Сейчас я обыщу, пожалуй, главную комнату, где мы сражаемся в оригинале с полтергейстом огненным. Ну, а там пойду попробую побазарить с наемниками. Может, что появится. Ну, или может, я тут что найду. Не знаю. Так. Ну, тут ничего нету. Даже компьютеры забрать нельзя, обидно. О, а здесь в рюкзаке что-то лежит. Радиосканер. Японский радиосканер фирмы Sharp с подключенным устройством передачи. Старенький, но до сих пор отлично работающий. Хорошо. Нахрена он мне? Это не переход. Все, расходимся. Так, ну тут можно налутать патронов всяких. Гранат. А вот аптечки повырезали. Я бы вот аптечки как раз таки и взял бы. Кстати, а что мне дали-то? Записка. Солдатская книжка какая-то. Солдатская книжка рядового войска СС Карла Брюннера. Наградной лист. Именно фюрера и главного командования Вермахта награждаю СС Унтершарфюрера 12-й роты Лейпштандарта СС Адольф Гитлер Вернера. Что? О, пацаны, все-таки тот спиннер в прошлой серии был тревожным звоночком к тому, что будет происходить в этом моде. Ладно. Так где переход гребаный? Он типа, короче, должен быть в этой комнате. Но его нет. По крайней мере, я не знаю, где он. Я не могу его найти. О, ура! Наткнулся. Я вот так вот, короче, просто каждый угол комнаты вот так вот опылесосил, как бы, да? Вот. И таким образом наткнулся на переход. Вот этот люк. Я его видел, кстати, до этого. Но я к нему подходил, и, видимо, я недостаточно близко подошел, и переход не зачитал. Я подумал, ну блин. Замечали, что там? А там упавшие колбы какие-то две, как в той комнате, помните? Главное, где документы. Ладно, ныряем. Так. Где я оказался? Я оказался в какой-то пещере на локации. На локации, неважно какой, просто пещере. Страшно, блин. У меня из того, что можно ходить на мутантов, только гребаная рука... Серьезно, серьезно, подожди. Только не говорите мне, что это пещера из народной солянки. Я не помню, или это другие пещеры. Ну, скорее всего, это другие. Они не очень похожи на пещеру из солянки. Господи, куда я бегу? Куда надо бежать? Я ничего не понимаю. А, я вижу какой-то переход. Бежим. Нет, не сюда. Или сюда. Тут что-то горит. Нет, это мой фонарь так делает. Артефакты, артефакты. Собираем в любой непонятной ситуации. Не, все-таки это, походу, пещера из солянки. Я узнаю этот большой зал. А вот тут шахтеры были. А, нет, не тут. Я перепутал, сори. Но тут, помню, какая-то вагонетка стояла. И скелет, по-моему, какой-то. Так, ну я вроде куда-то вышел, слушайте. Не знаю, туда ли, но и меня тут не было. О, да, я чудом выбрался. Вертолет из ада. Сообщить полковнику о найденном вертолете. Ммм, это вертолет Коппера, походу, да? Так, а где я оказался? Я оказался на свалке. И обратно я не хочу, если честно. Сейчас тут как-то аккуратненько попытаемся выбраться. Фух, блин. Еще темнее стало. Что за ш... Я вообще ничего не вижу, смотрите. Еще статика усугубляет положение. Прям вообще ничего не видно. Шок. Как я понимаю, нужно бежать на предбанник. Мне и Борману нужно сдать задание. И Копперу. Поэтому увидимся уже на предбаннике. Ну или как она тут называется? Сортировка. К югу. С возвращением. Заканчивайте дела и подходите в бар, пишет. Да вы надоели. Всем я вдруг пригодился. А, ксиво. Что, куда в первую очередь пойдем? Ну, давайте съездим к Борману для начала. Как такое может быть? Я не понимаю. Hello. Я уж думал, это ты и руки распустила. Это кровосос в Т-позе стоит. А, и че? Принести Борману? Неплохо. А диалога с Борманом нет. Что за бред? Ладно, допустим, пойду сначала с Коппером поговорю и с Хьюга. Полковник, вы посылали вертолеты в Темную долину? Откуда у вас эти сведения? Вся информация по спецоперации засекречена. Один наемник рассказал мне, что увидел, как два вертолета с украинскими опознавательными знаками на бортах были втянуты в аномалию. Они погибли? Полковник, я не знаю, что это была за аномалия, наемник описал ее как черную воронку, но я видел один из затянутых ею вертолетов. Можете поверить, полковник, человек достаточно бесстрашный, но увидев этот вертолет, я испугался, и мне стыдно в этом признаться. Что с вертолетом? Где он? Говорите же, в лаборатории Х-18, он как будто пролетел через ад, полковник, он весь покрыт странными пугающими знаками, от него исходит призрачный свет, и он висит в воздухе, но лопасти его неподвижны. А экипаж, команда, я не видел их ни живыми, ни мертвыми, могу только предположить, что они все еще на борту. А второй вертолет, у меня нет информации. Что же делать, проводник? Вы поможете нам? Ваши услуги будут оплачены. О какой сумме идет речь? Назовете сами. Хорошо, определимся с задачами, полковник. Подтвердить статус команды и экипажа первого вертолета. Найти второй вертолет. Определить статус команды и экипажа, выживших вывезти из зоны. Ясно. Вас будут сопровождать два отделения морской пехоты США. Нет, полковник, ваши люди погибнут. Зона сожрет их. Мои люди прошли спецподготовку, они обучены выживанию в любых условиях, но не в зоне. Мое слово, я иду один, либо я не иду вовсе. Ммм, хорошо, пусть были так. Но помните, проводник, мне нужен результат. И личная просьба, проводник, возможно, вы найдете экспедицию, они в районе агропрома работали. Увеличиваю вознаграждение, а мне нужно снаряжение. Все, что вам нужно, получите у коптера. Потом вернитесь ко мне за разрешением на выход за периметр. Хотя, думаю, у вас такое разрешение уже есть. Можете выбросить свою липу, у вас будет теперь подлинный пропуск в зону. Ну что вы, полковник? Хорошо. Кто такой коптер? Рядовой кок. Похоже, мне к тебе. Полковник сказал, что... Нейбр, серьезно. Полковник сказал, что я могу получить снаряжение. Разумеется, сэр. Благодарю. Бронекостюм Берилл, куча бинтов, армейских аптечек, антирадов, кольт и 556-е патроны. За это респект, конечно, друг мой, но... Купи-ка ты его обратно. И комбезы, хочешь сталкерские? Ох, ёпт, у тебя столько денег нет, да и кольт он неплохо купил. Слушай, а все-таки давай я поношу эти комбезы, они очень хорошо продаются. Или это только ему, интересно? Ладно. Мне в любом случае нужно как-то освободить вес. И комбезы мне все-таки придется скинуть, скину я их прям на пол вот тут. Потому что вести они до хрена. Стоят тоже до хрена, но выностое стоят больше, чем деньги, если честно. Ладно, идем к Коперу. Мой пропуск, полковник. Вот он. Сделайте все возможное и невозможное. Пока есть вероятность присутствия на территории зоны граждан США, мы не можем свернуть базу. Понимаю, полковник. Хорошо. Верно, я дал нормальный пропуск. Буква Z в коде допуска, вероятно, означает зона. Нет, означает жопа. Ладно, это был такой каламбур. Что делать дальше? Ну, с Хьюго пойду встречусь. Борман, я не знаю, что умнется, что он не разговаривает. А! Ну, неплохо. Он сказал сначала закончить дела, а дела я не могу закончить, потому что Борман не базарит. Может, сейчас он забазарит? От этой машины мурашки по коже выглядят так, как будто его протащили через ад. Возможно, это один из вертолетов, затянуток черной воронкой. Второй, похоже, в аду и остался. Чё-то как-то этот, да, автор мода помешался на вот этой вот всей спиннерской теме и адской теме. Походу, прошёл Doom 3, одновременно читая Майнкампф. Так и появилась идея создать упавшую звезду. Шутка! Успокойтесь. Заглохла машина прямо перед логовом Бормана, ну и ладно. Если он сейчас со мной не заговорит, то я не знаю, в чём дело. Нет, он со мной не говорит. Чуваки, а в чём прикол? Почему? Мне придётся закончить на этом серию, потому что я не знаю, что он со мной не говорит. Я что, сюжет сломал? Как? Я вообще ничего не делал запретного. Не понимаю, короче. Пояснительную бригаду комментаторов зоны мне, пожалуйста, в комментарии. Потому что я ничего не понял, почему он со мной не базарит. Ну, ладно. Но пока всё, чуваки. Большое спасибо всем за просмотр данного видео. Если оно вам понравилось, не забывайте ставить лайки. Также обязательно подписывайтесь на мой канал, прожимайте колокольчик, если вы тут впервые. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылка на рис в описании. Так же, как и ссылка на скачание в этом моде, если вы хотите сами поиграть. И ссылка на плейлист с этим прохождением, в случае, если вы не видели остальные серии. Большое ещё раз спасибо всем и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok